Объектом пристального внимания стало состояние дорог и тротуаров и контроль за использованием бюджетных средств на их ремонт. Была проведена проверка территории микрорайонов Чикаловский, Бахчеванджи и городского поселения Монин. В отчете по полустройству были озвучены конкретные цифры. В микрорайоне Чикаловский отремонтировано 22 тысячи квадратных метров дорог на улицах Жуковского, Бахчеванджи и Гагарина за счет софинансирования средств Московской области и бюджета городского поселения Щелково. И жители, с которыми разговаривали, отмечали хорошее качество устройства, особенно тротуаров и дорог, был снят грунт, который нависает. Но все равно депутаты заметили ряд моментов, которые надо обязательно устранить. А именно, исправить укладку бордюрных камней, восстановить зону зеленения между тротуарами и проезжей частью. Депутаты отметили неудовлетворительное состояние улицы Стефановского и подчеркнули, что она подлежит обязательному включению в план ремонтных работ на 2016 год. Показали на те места, где надо что-то доделать, даже переделывать где-то надо. Но это небольшие участки. В целом все очень достаточно качественно и добросовестно сделано. По отзывам жителей, они довольны положительными изменениями в Чкаловском в плане работ по благоустройству. Здесь сделано замечательно. Такого никогда не было. И особенно по уму сделано. Идешь когда, он вот покатан. Депутаты также дали оценку состояния дорожного благоустройства микрорайона Вахчеванджи. Среди положительных моментов было отмечено, что работы ведутся непрерывно, недостатки устраняются. На сегодняшний момент одними из основных проблем остаются неудовлетворительное состояние внутриквартальных дорог и нехватка автомобильных карманов. Работа будет продолжаться. И за срок, который нам отведен, наших полномочий, мы постараемся благоустроить 41-й километр, так называемый, до состояния современного. В Мунино депутаты осмотрели территорию бывшего гарнизона, районы поселения в рамках комплексного благоустройства, площадки, установленные по областной программе ЖКХ. Чего греха таить? Есть ряд проблем, в том числе с парковочными местами, вырубкой сухостоев, состоянием дорог и тротуаров. Но работа ведется. Пример тому – улица Маршала Красовского. Здесь проложены новые тротуары, сделаны удобные заезды. Не остались без внимания и детские игровые площадки. Положительные отзывы получила площадка на улице Комсомольской. Хорошее покрытие, разнообразие малых форм, площадка для воркаута, информационный стенд. Вскоре будет установлено освещение. Программа благоустройства в действии. Жители довольны. Самое главное, какой вывод я делаю, это исполнительная и представительная власть в городском поселении Мунино сейчас работают в одном ключе и работают на благо жителей. Ольга Оржанова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».